Детский дом семейного типа на Комсомольской, восьмой по счету в Бобруйске. День его открытия в уютном дворике как никогда многолюдно. Почетные гости пришли на праздник не с пустыми руками и буквально задарили новоселов подарками. Александр Студнев вручил семье паспорта на бытовую технику и мебель для кухни. Всего на 10 тысяч рублей. Презент от Могилевского облсполкома, сертификат от депутатского корпуса, спорт, инвентарь, игрушки. От хоккейного клуба Бобруйск там занимается один из воспитанников семьи, пультиварка. Бобруйская епархия подарила икону Божьей Матери. Новоспеченные хозяева радушно проводят экскурсию. Демонстрируют долгожданные квадратные метры. Снаружи яркая расцветка фасадов, балконная группа с панорамным окном. Внутри пять спален, просторная столовая, гостевая. Уют оценил и сам градоначальник. Терраса даже открытая есть, да? Можно выйти на улицу? Да, очень удобно. На улице посидели, чай, кофе попили, вот там скамеечку нам поставили. Детские оборудованы всем необходимым для отдыха и учебы. Есть двухъярусные кровати и целые пространства для игр. В семье Светланы и Петра Карахановых-Петрушко воспитывают восьмерых. Двое своих и шесть приемных. Они переступили порог этого дома, еще не смело, еще не понимая, что они хозяева. А сегодня они себя почувствовали хозяевами. И мы радуемся, потому что мы видим и глаза. Здание в 226 квадратов возвели буквально в рекордные полтора месяца. Постарался Бобруйский завод КПД. Мы не будем ютиться в маленьких комнатах. У нас есть уже большие просторные комнаты, мы можем собираться в одном. Потому что нам приходилось кушать не за одним столом. Мы кормили детей, потом садились взрослые, не хватало места. А сегодня мы здесь поставим два больших стола, соединив их вместе и можем садиться все вместе. Это здорово. Новоселам подарили вот такой символический ключ. Длина около полуметра, вес почти три килограмма. Таким, конечно, не откроешь входную дверь, зато запросто можно украсить интерьер. У дома детская площадка, качели, песочница, хозпостройка. Скоро здесь высадят деревья, цветы, кустарники, появится бассейн. Праздничный стол по случаю новоселья полон угощений. Два торта минимум по три килограмма каждый, зефир, мармелад, изобилие экзотических фруктов. Просмотр видео из семейного архива многих растрогал до слез. Отрадно, что именно уже это восьмой дом семейного типа, который будет существовать в городе Бомруйске. Та семья, которая берет на себя такую ответственность, она понимает, что дети, которые будут здесь расти, которых они будут воспитывать, они не будут обделены вниманием. В эти дни город буквально утопает в подарках. Ровно три дня назад состоялось торжественное открытие первой подстанции скорой помощи. Совсем скоро распахнет двери новенькая детская больница, на очереди еще несколько грандиозных строек. Подписное распоряжение главного государства о социальной направленности, поддержке даже можно так сказать. В это распоряжение попало строительство новой школы в седьмом микрорайоне с бассейном и нового детского садика тоже в седьмом микрорайоне. Каждый из нас должен понимать, что мы защищены, мы защищены своим государством, мы защищены нашим городом. И наши все усердия и усилия только должны быть направлены на процветание нашей страны и нашего города. Мария Бушкевич, Андрей Богдан. Итоги недели.